Кроме Владимира, Ярослав имел пятерых сыновей. Изяслава, Святослава, Всеволода, Вячеслава, Игоря. Первый женился на сестре Казимира Польского, несмотря на то, что его родная тетка была Засим королем. А Всеволод, по сказанию Нестора, на греческой царевне. Новейшие летописцы называют Константина Мономаха тестем Всеволода, но Константин не имел детей от Зои. Мы не знаем даже по византийским летописям ни одной греческой царевны сего времени, кроме Евдокии и Феодоры, умерших в девстве. Разве положим, что Мономах, еще не быв императором, прижил супругу Всеволодову с первую неизвестную нам женою. О супружестве других сыновей Ярославовых не можем сказать ничего верного. Историки немецкие пишут, что дочь Леопольда, графа штатского именем Ода, и Кунигунда, орламинская графиня, вышли около половины XI века за князей российских, но скоро овдовев, возвратились в Германию и сочетались браком с немецкими принцами. Вероятно, что Ода была супругою Вячеслава, а Кунигунда – Игоревою. Сие меньшие сыновья Ярославовы скончались в юношестве, и первая от российского князя имела одного сына, воспитанного ею в Саксонии, думаю, Бориса Вячеславовича, о коем Нестор говорит только с 1077 года, и который мог до того времени жить в Германии. Летописцы немецкие прибавляют, что мать его, выезжая из нашего Отечества, зарыла в землю сокровище, найденное им по возвращении в Россию. Великий князь провел остаток жизни своей в тишине и в христианском благочестии. Но сия усердная набожность не препятствовала ему думать о пользе государственной и в самых церковных делах. Греки, сообщив нам веру и присылая главных духовных пастырей, надеялись, может быть, через них присвоить себе и некоторую мирскую власть над Россией. Ярослав не хотел того, и еще в первый год своего единодержавия, будучи в Новигороде, сам избрал в начальники для сей епархии Луку Жидяту. А в 1051 году, собрав в Киеве епископов, велел им поставить митрополитом Илариона-россиянина, без всякого участия со стороны Константинопольского патриарха. Иларион, муж ученый и добродетельный, был иереем в селе Берестове при церкви святых апостолов. Великий князь узнал его достоинства, имея там загородный дворец и любя, подобно Владимиру, сие веселое место. Наконец, чувствуя приближение смерти, Ярослав созвал детей своих и хотел благоразумным наставлением предупредить всякую распри между ними. «Скоро не будет меня на свете», — говорил он. «Вы, дети одного отца и матери, должны не только называться братьями, но и сердечно любить друг друга. Знаете, что междоусобие, бедственное лично для вас, погубит славу и величие государства, основанного счастливыми трудами наших отцов и дедов. Мир и согласие ваши утвердят его могущество. Изяслав, старший брат, заступит мое место и сядет на престоле Киевском. Повинуйтесь ему, как вы отцу повиновались. Святославу даю Чернигов, Всеволоду Переславль, Вячеславу Смоленск. Каждый да будет доволен своей частью, или старший брат досудит вас, как государь. Он защитит утесненного и накажет виновного. Слова достопамятные, мудрые и бесполезные». Ярослав думал, что дети могут быть рассудительнее отцев, и, к несчастью, ошибся. Невзирая на старость и болезнь, он все еще занимался государственными делами. Поехал в Вышегород, и там скончался 19 февраля 1054 года, имея отроду более 70 лет. Супруга его умерла еще в 1050 году. Из детей был с ним один Всеволод, которого он любил нежнее всех других и никогда не отпускал от себя. Горестный сын, народ и священники в служебных ризах шли за телом из Вышегорода до Киева, где оно, заключенное в мраморную раку, было погребено в Софийской церкви. Сей памятник, украшенный резными изображениями птиц и дерев, уцелел до наших времен. Ярослав заслужил в летописях имя государя Мудрого. Не приобрел оружием новых земель, но возвратил утраченное Россию в бедствиях междоусобия. Не всегда побеждал, но всегда оказывал мужество. Успокоил отечество и любил народ свой. Следуя в правлении благодетельным намерениям Владимира, он хотел загладить вину ослушного сына и примириться с тенью огорченного им отца. Внешняя политика Ярославова была достойна монарха сильного. Он привел Константинополь в ужас за то, что оскорбленные россияне требовали и не нашли там правосудия. Но, отмстив Польшу и взяв свое, великодушную помощью утвердил ее целость и благоденствие. Ярослав наказал мятежных новогородцев за убиение варягов так, как государь не должны наказывать вероломным обманом, но признательный к их усердию дал им многие выгоды и права. Князья новогородские следующих веков должны были клясться гражданам в точном соблюдении его льготных грамот, к сожалению, истребленных временем. Знаем только, что сей народ, ссылаясь на оные, почитал себя вольным в избрании собственных властителей. Память Ярославова была в течение веков любезна жителям нового города, и место, где обыкновенно сходился народ для совета, в самые позднейшие времена именовалось двором Ярослава. Сей князь заточил брата, обнесенного клеветниками, но доказал свое добродушие, простив мятежного племянника и забыв для счастья России прежнюю вражду князя Тьму-Тараканского. Ярослав был набожен до суеверия. Он вырыл кости Владимировых братьев, умерших в язычестве, Олеговы и Ярополковы, крестил их и положил в Киевской церкви Святой Богородицы. Ревность его к христианству соединялась, как мы видели, с любовью к просвещению. Летописцы средних веков говорят, что сей великий князь завел в Новигороде первое народное училище, где триста отроков, дети пресвитеров и старейшин приобретали сведения, нужные для священного сана и гражданских чиновников. Загладив следы болеславовых опустошений в Южной России, населив пленниками область Киевскую и, будучи подобно Олегу и Владимиру, основателем многих городов новых, он хотел, чтобы столица его, им обновленная, распространенная, могла справедливо называться Вторым Царемградом. Ярослав любил искусство. Художники греческие, им призванные в Россию, украсили храмы живописью и мусиею, даны невидимую в Киевской Софийской Церкви. Сия мусия, составленная из четвероугольных камешков, изображает на золотом поле лица и одежду святых по рисунку весьма несовершенному, но с удивительную свежестью красок. Работа более трудная, нежели изящная, однако ж любопытная для знатоков искусства. Благоприятный случай сохранил также для нас серебряную монету княжения Ярославова, на коей представлен воин с греческую надписью и русскую «Ярославле серебро». Доказательство, что древняя Россия не только пользовалась чужестранными драгоценными монетами, но имела и собственные. Стараясь о благолепии храмов, приятном для глаз, великий князь желал, чтобы и слух молящихся находил там удовольствие. Пишут, что около половины одиннадцатого столетия выехали к нам певцы греческие, научившие российских церковников согласному демественному пению. Двор Ярославов, окруженный блеском величия, служил убежищем для государей и князей несчастных. Еще прежде Гарольда, супруга Елисаветина, Олаф Святый, король норвежский, лишенный трона, требовал защиты российского монарха. Ярослав принял его с особенным дружелюбием и хотел дать ему в управление знаменитую область в государстве своем. Но сей король, обольщенный сновидением и надеждою победить Канута, завоевателя Норвегии, выехал из России, оставив в ней юного сына своего, Магнуса, который после царствовал в Скандинавии. Дети мужественного короля английского Эдмунда, изгнанные Канутом Эдвин и Эдвард, также принц венгерский Андрей, не быв еще зятем Ярославовым, вместе с братом своим Левентую, искали безопасности в нашем Отечестве. Ярослав с таким же великодушием принял князя Варяжского Симона, который, будучи изгнан дядю Якуном Слепым, со многими единоземцами вступил в российскую службу и сделался первым вельможию юного Всеволода. Мы сказали, что Ярослав не принадлежит к числу завоевателей, однако ж вероятно, что в его княжении область новогородская распространилась на восток и север. Жители Перми, окрестностей Печорских, Югра были уже в XI веке данниками новогородскими. Нестор знал и диких самоедов, которые обитали к северу от Югры. Завоевание, столь отдаленное, не могло вдруг совершиться, и россиянам надлежало прежде овладеть всеми ближайшими местами Архангельской и Вологодской губернии, древним отечеством народов Чудских, славным в северных летописях под именем Беармии. Там, на берегах Двины, в начале XI века, по сказанию исландцев, был торговый город, где съезжались летом купцы скандинавские и где норвежцы, отправленные в Беармию святым Олафом, Ярославовым современником, ограбили кладбище и похитили украшение финского идола Йомалы. Баснословие их стихотворцев о чудесном великолепии сего храма и богатстве жителей не входит в историю. Но жители Беармии могли некоторыми произведениями земли своей, солью, железом, мехами, торговать с норвежцами, открывшими в IX веке путь к кустью Двины, и даже с камскими болгарами посредством рек судоходных. Занимаясь рыбную и звериную ловлею, огражденные с одной стороны морями хладными, а с другой лесами дремучими, они спокойно наслаждались независимостью до самого того времени, как смелые и предприимчивые новогородцы сблизились с ними и покорили их в княжение Владимира или Ярослава. Сия земля от Белоозера до реки Печоры была названа Заволчьем и мало-помалу населена выходцами новогородскими, которые принесли туда с собой и веру христианскую. По достоверным историческим свидетельствам нам известно, что в XII веке уже существовали монастыри на берегах Двины. Скоро отдаленный хребет гор Уральских, идущих от Новой Земли к югу и бывшие несколько времени предметом баснословия в нашем Отечестве, сделался как бы границей России, и новогородцы нашли способ получать естественные, драгоценные произведения Сибири через своих югорских данников, которые выменивали оные у тамошних обитателей на железные орудия и другие дешевые вещи. Наконец, блестящее и счастливое правление Ярослава оставило в России памятник, достойный великого монарха. Сему князю приписывают древнейшее собрание наших гражданских уставов, известное под именем «Русской правды». Еще в Олегово время россияне имели законы, но Ярослав, может быть, отменил некоторые, исправил другие, и первый издал законы, письменные, на языке славянском. Они, конечно, были государственными или общими, хотя древние списки их сохранились единственно в Новигороде и заключают в себе некоторые особенные или местные учреждения. Сей остаток древности, подобный 12 доскам Рима, есть верное зерцало тогдашнего гражданского состояния России и драгоценен для истории. Предлагаем его здесь в извлечении.